Как расходуются деньги мигрантов в зависимости от их включенности в сети? Опять извините, первое это не члены сетей, второе по традиции вынужденные члены сетей, третье это добровольные члены сетей женихи, я сейчас объясню, что это такое. Для узбекистанских мигрантов характерно разделение на две огромных категории. Примерно 25% из них, 23,8% составляют молодые люди, которые приехали заработать на свою свадьбу. Они приезжают на 3-4-5 месяцев и как только они зарабатывают 2000 долларов, они моментально уезжают. Они не остаются здесь даже в том случае, если работа это выгодна, поскольку у них есть конкретная цель приезда. Вторая большая часть, это 3 четверти, это мигранты, которые вынуждены кормить большое количество иждивенцев, в среднем 5,1 иждивенца висит на каждом мигранте. Это мужчины в основном от 31 до 45 лет, бывают и более старшие, но редко. Старшие это в том случае, если у них нет сыновей, а только дочери. Итак, на что же они тратят деньги? Они отправляют домой через неформальные сети, как видите, включенные в сети стандартно. Они отправляют домой банковскими и почтовыми переводами. Как видите, больше всех отправляют женихи и недобровольные мигранты, потому что они вынуждены это отправлять. Это не они отправляют, это отправляет бригадир. На другие собственные нужды это что-то типа сигарет. На медицинские услуги и образования, естественно, расходуются только свободные мигранты, вынужденные мигранты не несут никаких расходов, их здоровье никому не интересно. На поборы в неформальных сетях, естественно, тратятся только включенные в сеть, причем у включенных недобровольно, по их представлениям. Эти поборы очень маленькие, но я думаю, что это только их представление, потому что им официально объявляют, что они заработали столько и получили столько. А на самом деле все может быть не так. На легализацию через посреднические структуры, на услуги по трудоустройству, естественно, платят только свободные, на фальшивые документы и взятки принимающей стороне, на взятки милиции и другим госслужащим, тратятся, как ни странно, только не женихи, добровольные, объединенные в сеть, не женихи. Почему? Они находятся здесь в среднем 9,7 месяца, и они за это время чаще встречаются с примерами вымогательства. Чем женихи? Женихи, как правило, в таких случаях просто убегают. На связь, на еду, на жилье и коммунальные услуги, как видите, тратится очень немного, очень низкий процент. Какие проблемы возникают у мигрантов в отношениях с неформальными сетями? Опять 2007 год самый бледный, потемнее 9 и черный 11. Это понуждение к участию в неформальных сетях, причем понуждением может быть такой фактор, как мусульман-чилик и узбек-чилик. Ты же мусульманин, ты должен быть с нами, ты же узбек, ты должен быть с нами, ты должен проявить свою идентичность тем, что ты к нам присоединишься. Это действует только в первый раз, дальше это не работает, естественно, но, тем не менее, этот фактор есть. Безосновательные поборы, это мы сегодня собираем на Хамида. У Хамида проблемы, он должен ехать к отцу. Ну, Хамид на самом деле просто изгнан из сети, и мы собираем на Хамида, которого уже у нас нет. Понуждение к нелегальности, препятствованию легализации. Это встречается и у так называемых плохих бригадиров, и у хороших бригадиров. Хорошие бригадиры делают это исключительно с высоко квалифицированными мигрантами, для того, чтобы они не ушли в свободное плавание. Понуждение к покупке фальшивых документов, это не уговаривают купи фальшивое разрешение на работу, а просто приносят и говорят, вот, я тебе купил за 6 тысяч, видишь? Принудительное трудоустройство и контроль над трудовой деятельностью, ну, это понятно, это часть сети. Принудительное размещение, мигрантам, включенным в сети, как правило, запрещено селиться вне тех мест, которые для них снял бригадир. Принудительная помощь в легализации, которая была характерна до 2007 года, тогда, когда еще можно было вне квоты бригадиру самому сходить в ФМС и оформиться. Работорговля членами сети и долговое закабаление, оно постепенно исчезает, и сети улучшаются. Физическое насилие и психическое насилие, унижающее обращение. Зачем же сетевики это вообще все делают? Так вот, какова структура расходов и каков объем доходов? Вот вы будете смеяться, московские сети, только на Усбеках, по нашим подсчетам, делают, да, 5,5 миллиардов рублей в месяц. Да, вот представляете? Вот это такие масштабы имеет. Вот их расходы, на что они тратятся. Они оплачивают места перехвата, то есть они платят 50 тысяч в месяц за то, чтобы стоять на конкретной точке. Это может быть точка, допустим, на Казанском вокзале у поезда. Это может быть точка на выходе из аэропорта до Мадедова, из зала прилета. Это может быть точка в Софрино, куда приезжают автобусы. Они оплачивают местным правоохранительным органам порядка 50 тысяч за то, чтобы просто там стоять, неважно, чем они занимаются, чтобы их просто там не видели. Они, естественно, тратятся на жилье, на перевозку в тех случаях, если они сами привозят, на еду, на легализацию через посредников, что делают далеко не все, на взятки, извините, здесь еще милиции, но на самом деле уже полиции и госслужащим, на оплату работы функционеров. Существенным расходом для хороших сетей является гарантированный уровень оплаты труда, причем для женихов это 15 тысяч, а для остальных это 5 тысяч рублей, это то меньше чего ты ни за что не получишь, несмотря на то, что ты не работал. И последнее – это чистая прибыль сети. Вы видите, что на женихах сети практически ничего не зарабатывают, но это огромный информационно-вербовочный ресурс, женихи привезут всех остальных. А вот на других они зарабатывают порядка 250 тысяч в месяц, и если просто аккуратно по количеству мигрантов, объединенных в сети, и по среднему количеству мигрантов в сети подсчитать, получаются такие кошмарные цифры. Продолжение следует...